Чай издавна прославляли как исцеляющий напиток и поначалу употребляли как лекарственное средство. Было замечено, что чай стимулирует жизнедеятельность организма, усиливает работоспособность и снимает усталость. Сегодня у нас в гостях Татьяна Табакова, директор магазина чайной продукции, которая уже более 10 лет работает с разными сортами этого полезного напитка. Добрый вечер, Татьяна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с чем вы сегодня пришли и какой мы для начала чай будем заваривать? Так, я пришла с фиточьями, с разными. Один снимает усталость, другой наоборот, работоспособность увеличивает, который как раз вы держите. Он называется силуэт. Здесь очень много трав, очень много ягод, шиповник, можжевельник. Вот нам нужно витаминный, исцеляющий от простудных заболеваний чай какой-нибудь. Такое есть у вас? Можно даже и этот чай попробовать, потому что шиповник это витамин С, это очень хорошо. Хорошо. Боярышник это тоже регулирует, хорошо обмен веществ. Давайте я вам это доверю. Кипяточек будет у меня. Хорошо. Пожалуйста. Вот на этот чайничек берем три вот таких вот ложечки чая. А правда, что можно такие чаи заваривать несколько раз? Вот именно если к этому сорту? Ну, фиточай заваривается вообще один раз. Это зеленый, если чай китайский, он заваривается несколько раз, пять-семь раз, а то и десять. А остальные сорта, которые вы сегодня принесли, чем отличаются вот от этого уже заваренного? Так, вот этот чай хочу представить. Это бодрое утро, то есть его хорошо пить утром. Здесь идет и имбирь, идут специи. Что это за интересное? Похожее на водоросли или что-то вот, не знаю, что это за чай? Вот такое. Это китайский чай. Хочу очень порекомендовать его вообще всем. А почему? Это очень хорошо выводит все шлаки, токсины с организма, хорошо чистит кровь. Он горьковатый, чуть, но когда вы его пьете, он обволакивает, то есть как будто вы съели конфетку. То есть такой сладковатый какой-то запах. Интересно. Вкус. Да. Заваривается до семи раз. Вот как раз-таки китайский чай, да, о котором вы говорили. Предлагаю приступить к чайной церемонии. Итак, я думаю, готов у нас уже чай. Да, конечно. Итак, мы просто обычным образом его заливаем, правильно? Да. Пожалуйста. Спасибо большое. Так можно ли добавлять сахар, если, например, чай немножко горьковат? Или все-таки не стоит? Ну вот, я бы не рекомендовала. А почему? Ну, сахар убивает, если честно, все свойства, в принципе. И чая. Даже в китайский чай не рекомендуется класть сахар. Очень вкусный чай. Спасибо вам огромное, Татьяна, что сегодня зашли к нам в программу, в студию. И показали такие прекрасные сорта чая для того, чтобы поднять иммунитет и здоровье. Будем ждать еще. Хорошо. Спасибо. До свидания. Наша программа продолжается. Это начнется сразу после короткой рекламы.